Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. И я вас приветствую на Юлином канале. И продолжаем. Мы продолжаем нашу прогулку. Мы сегодня с Аней, канал Самозанятая Мама, молодцы! Мы сегодня начали с того, что мы пошли в особняк Поншиной. Это дом ученых. Потом мы с Аней пробрались в два подъезда дома под рюмкой. И, наконец, третий этап. Это гостиница Ленинградская. Видно вам там? Нет? Видно. Гостиница Ленинградская. Сейчас она Хилтон Ленинградская. И мы сейчас попытаемся и туда тоже пробраться. Ну и, конечно же, мы берем вас с собой. Они там тоже снимают. Ну что ж, гостиница Ленинградская. Пока мы к ней идем, я вам начну, пожалуй, о ней рассказывать. Но невозможно не пойти в такое здание и ничего о нем не сказать. Сегодня прекрасная погода. Замечательное солнышко. Так. Сейчас мы... Давайте сейчас сначала немножечко истории этой гостиницы. И там уже попытаемся пойти внутрь. Ну, собственно говоря, еще пытаемся. Я так думаю, что все-таки у нас должно получиться. Сегодня мы с вами попытаемся проникнуть в одну из сталинских высоток. Пожалуй, самую миниатюрную. Ну, конечно, если так можно сказать о 139-метровом здании. Но вместе с тем, одно из самых примечательных, ведь именно ее в первую очередь видят москвичи, гости столицы, которые прибывают в город поездом на один из трех вокзалов Комсомольской площади. Хотя многие, возможно, ее даже не замечают, как не замечала раньше я. Представляете? Вот. Я, например, считаю, что гостиница Ленинградская гораздо интереснее по своим интерьерам, чем гостиница Украина. Ну, надо сказать, что попасть сюда, вроде как, довольно просто. Проще, чем, например, просочиться в какие-то жилые дома, и в том числе в жилые высотки. Например, или в МИД, или в жилые высотки на Кудринской площади. Там вряд ли там ждут нас, блогеров или журналистов, с распростертыми объятиями. Вот. Но сюда мы все-таки попытались с Аней сегодня попасть. И вот, что нам удалось увидеть, я с удовольствием покажу вам. Но все-таки немного истории и статистики. В семействе сталинских высоток гостиница Ленинградская самая маленькая. Всего 21 этаж и 139 метров высоты. Будучи представителем сталинского ампира, гостиница в своем внешнем облике содержит определенные черты, свойственные традиционному русскому зодчеству. Например, эта бело-красно-золотистая раскраска стен отчасти напоминает излюбленные цвета древнерусской архитектуры. А центральное сердце стилистически близка к кремлевским башням. И также обратите внимание на холл, на главный холл здания, медальоны. Один из которых символизирует победу на Крыльяковом поле, а второй – победу в Ледовом побоище. Но об этом потом. С 2008 года по настоящий день растенница является частью международной сети отелей «Хилтон» и ее официальное название «Хилтон Москва Ленинградская». При этом попасть вовнутрь может любой желающий. Никаких документов или карточек гостя на входе не спрашивают. Просто надо пройти мимо охраны и истории регистрации, и вот уже мы оказываемся посреди исторических интерьеров начала 50-х годов прошлого века. Можно выпить чашечку кофе. Ну и еще раз вариант – можно заселиться в гостиницу. Это тоже реально. Цена здесь примерно от 5500 рублей. Но по московским меркам это не предел. Так что внутри этой сталинской высотки побывать, как видите, можно достаточно несложно. Ну, мы выбрали самый простой и бесплатный способ. Я за ней, как всегда. Ну, здесь первый холл, он совсем небольшой, с парой магазинчиков, стойкой регистрации. Кстати, стойка регистрация оригинальная, историческая, 1952 года. Она была достаточно неброска на фоне остальных интерьеров. Прекрасный потолок здесь, в главном вестибюле. Здесь древнерусские мотивы, которые умело обыграны в решетках, лепнине, в мозаиках, люстрах, напоминающих церковное паникадило. И они сочетаются с классическими итальянскими. За бронзовой решеткой находится более масштабный и при этом еще более торжественный лестничный холл с порталом, ведущим клифтом. Все ключевые элементы интерьера в этом холле, включая окрантовку портала, гигантские бронзовые люстры и золоченые плафоны, а также львиц, охраняющих с двух сторон лестницы, оригинальные, ровно такие, как и в 1953 году, на момент открытия гостиницы. Кстати, во время переделки гостиницы Ленинградская в Хилтон в конце 2000-х годов, помимо, собственно, фасада здания с элементами декора, сохранению подлежали прежде всего общественные зоны интерьеров на первых двух этажах гостиницы. Так что практически все элементы, которые вы увидите на видео, сохранившиеся, либо в точности воссозданные по оригинальным советским чертежам. Существует легенда, что львицы, которые украшают холл гостиницы, были выведены из самого рейстага в Берлине. Подтверждение этому я как бы нигде не нашла, но львицы в интерьере смотрятся очень непривычно и очень достойно. Отдельного внимания заслуживают шикарные люстры в холле, выполненные в виде подсвечников. Кстати, именно они сыграли злую шутку с архитекторами здания Леонидом Поляковым и Александром Борецким. Вскоре после смерти Сталина и смены вектора развития, в том числе и в архитектуре, оба они были подвергнуты критике за недостаточное понимание метода социалистического реализма и за излишнюю роскошь в строительстве и слишком высокие бюджетные расходы. И в дальнейшем показательно были лишены сталинских премий лично самим Хрущевым. Ну, конечно, Хрущевки, они, конечно, гораздо смотрятся интереснее. Да, тут уж не поспоришь. Вообще, при посещении гостиницы Никита Сергеевич вроде как обратил внимание, прежде всего, на люстры и остался очень недоволен их из личной вычурностью. Помимо люстр, впрочем, в холле есть множество деталей, которые очень интересно разглядывать. Один из медальонов, как раз он посвящен победе на Куликовом поле, а в противоположной части холла расположен второй такой, с датой ледового побоя, 1242 год. Можно подняться на второй этаж. Там находится ресторан, гостиница. Ну, а дверь за одной из львиц, за левой львицы, ведет в еще один прекрасный колонный зал гостиницы, он же зал приемов. Исторический ресторан находился именно в этом помещении, который сегодня превращен в бальный зал. Ну, сами понимаете, что в этот зал нам было не попасть. Зал, очевидно, можно арендовать. Он подходит для каких-то конференций, мероприятий, очень красивый. Я вставлю фотографию, потому что в этот зал мы не попали. Там зеркала, канделябры на потолке лепнина, панно, посвященное строителям социализма. В общем, очень все красиво и впечатляюще. Самые красивые помещения гостиницы расположены на первом и втором этажах. При этом свободно посетить можно первые шесть. Дальше подниматься могут только постояльцы. Учитывая правильную геометрическую форму гостиниц, гулять по ней можно кругами, поднимаясь по одним лестницам и спускаясь по другим. Ну, мы ходили только по двум этажам. Мы спросили разрешение, нам сказали, пожалуйста, ходите только по двум, не по шести. Хотела отметить особенно люстру, бронзовую люстру Бирлянду, высотой в нескольких этажей. Длина ее составляет 15,5 метров. На момент постройки она являлась самой длинной в мире, поэтому запись о ней была добавлена в Миру рекордов Гиннеса. Сейчас покажу. Миру рекордов Гиннеса Миру рекордов Гиннеса Миру рекордов Гиннеса Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, здесь есть еще кафе, бар, есть где погулять, есть где походить. Вот, но смотровой площадки здесь нет, как на гостинице Украина, но можно посмотреть в окошке. Можно, кстати, здесь на минус первом этаже тоже здесь есть минус первый этаж, там сейчас расположена спа-зона, бассейн, джакузи, финская сауна. В общем, воспользоваться этим всем могут все постояльцы. Вот, и, кстати, бассейн появился в гостинице в начале 2000-х годов после полной замены инженерных сооружений. И появился он, что любопытно, на месте бывшего бомбоубежища. Как я уже сказала, смотровой площадки здесь нет, что достаточно странно, потому что, наверное, многие были бы желающие заплатить по 500-700 рублей, чтобы полюбоваться видами Москвы с такой высоты со 120 метров. Но сейчас это возможно только из номера выше шестого этажа, как я уже говорила, для постояльцев, или с пожарных лестниц. Каждый этаж, начиная с шестого, представляет собой правильный квадрат с лифтовым холлом в центре и с номерами по периметру. Почти из всех номеров вид только в одну сторону, на площадь трех ворзалов, на проспект Сахарова, на высотку на красных воротах или в сторону центра города. Но есть и угловые номера, они самые дорогие, из них, соответственно, вид на две стороны. Что еще могу сказать? Эрскурсии, кстати, вводят только по первым этажам, наверх экскурсии не вводят. Ну, как раз, наверное, потому что здесь нет смотровой площадки. Ну, вот полюбуемся еще раз на потолок. При входе в гостиницу. И сейчас я вам быстренько, в таком убыстренном, убыстренном темпе, просто покажу гостиницу с другой стороны и со стороны двора. Вот буквально поставлю на быструю-быструю, ну, как бы, перемотку, да. И просто, ну, чтобы эту часть тоже охватить, потому что уже просто очень длинное видео получается. И просто подробно об этом рассказывать и показывать подробно другую сторону гостиницы, двор, просто нет возможности. Давайте сейчас быстренько сбегаем. Спасибо. 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 Ну, вот такая у нас сегодня с Аней получилась прогулка. Нам удалось увидеть все, что мы хотели в виде гостиницы Ленинградской, Хилтон Ленинградской. Я очень довольна сегодняшним днем, я очень довольна этой прогулкой. Спасибо большое, Аня. Ну, а на сегодня это все. Всем огромнейшее спасибо за внимание и за просмотр этого видео. Я жду вас на своем канале. Приглашаю подписаться тех, кто еще не подписан. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем всего самого-самого доброго. До свидания. Будьте здоровы. Пока-пока.